Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы очень часто говорим про державность, про державу, и там есть такие персонажи в славянском обществе, а славянское общество – это держава в первую очередь, на мой взгляд, которые называются по-разному и по-разному трактуются. И в произведениях там целая путаница, кто есть кто. Я имею в виду жреца, волхва, ведуна и там еще есть обряды дей. Вот жрецы, волхвы – это то, что часто произносится. Обряды дей реже произносится. А ведун, ну, как-то так обобщенно и тоже не так часто. На твой взгляд, кто есть жрец, кто есть волх, кто есть обрядадей, кто есть ведун – это одно и то же, или есть какие-то разницы между ними? Да, как легко ты завернул. Я думаю, сейчас тебя спрошу, а ты все расскажешь. Теперь самому думать придется. Так, ну, жрец. Жизнь рекущая. Рец, речь. То есть, скорее всего, он принимает информацию с тонкого плана касательно развития, для того, чтобы поддерживать жизнь, вот, то есть, в том месте, где он находится. Чтобы она не только существовала, но еще и процветала. Волх. Так, ну, здесь получается, если пытаюсь по буквицам разобрать, это ведущие, вот эти вот божественные образы, образные структуры. И взаимодействие идет с людьми, и это людское, с людским миром. Для чего? Для того, чтобы создавать гармонию, поддерживать гармонию вселенскую в людском обществе. То есть, вот тут такая, судя по буквице. Дальше, ведун. Тут, получается, веды. То есть, он знает знание вед. Дальше. На основании этих знаний он какое-то добро сотворяет. Причем, это добро предназначено для того, чтобы соединить у это прикосновение к потоку Божественному. То есть, через взаимодействие с Божественным потоком, он берет оттуда информацию для того, чтобы делать добро для нашего. Это вот, ну, как сказать, для общины, для своей, для державы. Смотря где он, сфера деятельности его. То есть, это применение своих знаний, применение знаний ВЕП, глобальных таких знаний, для творения добра, для нашего народа, нашего общины, нашей державы. Как-то так. Обряда дей. Ну, здесь и мне почему-то не хочется его так вот глобально по буквам разбирать. А вот если, в общем-то, обряд, действие с обрядом. То есть, он делает какое-то действие, связанное с обрядом. Замечательно. Давай с последнего и начнем. На самом деле, обряды дей, то есть действия в обряде. Тот, кто проводит действия в обряде или проводит сам обряд. В первую очередь, конечно же, тот, кто проводит сам обряд. Это и есть обряда действующий. Обряда дей. Это не обязательно волк, жрец, ведун. Это тот, кого назначили от общины проводить обряд. К примеру, не появился жрец, не появился волк, не появился ведун. А надо проводить обряд. Какой-то праздник. Какой-то праздник. И надо провести общинное какое-то мероприятие. Причем обряд может быть как священнослужение, так и обряд может быть общинный. Потому что всегда славяне находились в потоке божественном. И поэтому божественные действия проводились не только на капище, не только в храме. Но они проводились еще и в общинном кругу. Прежде чем начинать какое-либо дело, даже вот в классике сохранилось. Помолясь, а приступили к какому-то делу. То есть сначала обращение к кому? К богам. Потом обращение к земле. И через это сбор воедино всех сил и благословление на какой-то поступок, на какие-то деяния, на какие-то дела. То же самое было и в древности. Только не молились с точки зрения современного понимания. Когда все снились на колени, потупив глаза, взяв руки в свечки, что-то произносили по какой-то священной книге. Да, и книги были, само собой. Я сейчас не про это, я про другое. Что произносили молву или молву возносили к богам и предкам, к земле родной, к природе. То есть соединяли воедино все, что есть. И физическое, телесное, и природное, которые за пределами телесного, и божественное, то, что за пределами досягаемого. Все это вместе соединялось. Восхваляли великомудрых предков, просили их поддержать в каком-то деле важном. Неважно, рад на это дело, или это орочи вышли, или просто совет какой-то держать. Неважно, обращение за помощью и рассуждением от великомудрых предков, чтобы разумили, прояснили, дали понять. И вот тут как раз нужен был тот самый обряд идей, который и этот первичный обряд, и окончательный обряд закрытия. То есть конец всему делу венец. Как в начале, так и в конце необходимо было провести обряд. А не так, что сначала помолились, потом порастились, и все, и разошлись. Нет. Окончание дела должно быть. Точка должна быть поставлена в любом деле. Или запятая, что завтра продолжаем. Это объединяло дух, это объединяло всех вместе. Это не позволяло рассыпаться делу. Поэтому не только начало, но и окончание важно. Вот это вот обряд идей. Если же был какой-то жрец, волх, то в этом случае просили их, чтобы они это все провели. И они тогда становились обряды деями. То есть и жрец, и волх, и ведун могли быть обряды деями. Но при этом обряд идей не обязательно был жрецом, ведуном или волхвом. Разобрались. Дальше. Волх. Или нет, давай с ведуна. Ведун. Веда, то есть мудрость. Мудрость как земная, человеческая, так и божественно неписанная. В первую очередь, конечно, нас интересует божественная мудрость. Божественная мудрость всегда называлась веда. Веды – это соединение вместе и божественной мудрости, и земной мудрости, и человеческой общины. Вот это уже веды, когда вместе соединялись все направления, все уровни. И здесь нужен был тот, который эти веды соблюдал, хранил и в случае необходимости передавал. И когда возникали какие-то вопросы, обращались к ведуну, хранителю мудрости. Хранитель мудрости мог быть и жрецом, мог быть и волхвом, а мог быть отдельно назначенный человек, который перестал, например, волховать, перестал жречествовать или не начинал, а ему только поручили. И он хранит книги, хранит какие-то записи, манускрипты, харати, скрижали и так далее, и тому подобное. И который за это отвечает, он их умеет правильно читать, умеет правильно доносить. То есть не трактовать по-своему, а именно доносить. Вот это ведун, хранитель веды. Хранитель веды. И, как ты правильно сказал, еще и иногда нужно получать веду мудрость свыше. Теперь идем к волхву. Чувствую, что у нас такая передачка короткая сегодня будет. Волх. Есть множество трактовок. Я в данном случае упоминаю только одну из этих трактовок. Только одну. То есть не надо тыкать пальцем, а вот тот-то сказал вот так, и тот тоже правильные вещи говорил. Уверяю вас. Потому что волхв – это очень разнообразное представление и явление в мире славянно-русов. Волхв – это человек, который умеет управлять силами природы, с ними взаимодействовать и получать что-либо для общества необходимое. При этом не нарушая веду, то есть божественное. При этом не нарушая веды всех. То есть в ладу с природой по кону и заветам богов и предков. Необходимо было, к примеру, засуха. Необходимо было, к примеру, разобраться, почему засуха. Необходимо было, чтобы пролился дождь. Приходили к волхву, говорили, дорогой, уважаемый, вот урожай сохнет, а ведрами из реки уже задолбались таскать. Ты уж сделай что-нибудь. И вот тут он мог уже использовать, к примеру, навыки шаманизма. Шаманство – это одно из низших, очень упрощенных направлений ведуна. Очень упрощенных. Или в высокий ведовской уровень, или сверхвысокий жреческий уровень. Он мог получить информацию, почему это произошло. Кто нарушил что. Дать пояснение, уже как ведун, дать пояснение о том, что нужно исправить и как себя надо вести. И уже как волхв, проявляя взаимодействие с природными стихиями, с божественными уровнями, с уровнями земными и то, что в древности у нас подземными, то есть пекельными мирами демоническими, например, вызвать дождь. После этого, когда дождь прожел, нормализация природы происходит, и опять природа восстанавливается в том статусе, как она была. Волхв всегда восстанавливает статус на место. То есть он вызвал что-то, дождик прошел, и обратно все вернулось, все стало на свои места. То есть, чтобы не было никакого разлада. Грубо говоря, тучка прилетела, такая станция, перелетная, поливная, прилетела, полила, все довольны, детишки попрыгали в лужах, ушло, солнышко опять светит, урожай зреет. То есть волхв – это проявитель силы. Есть такое животное, волл называется. Волх – он сильный, мощный, он исполнитель. Вот волхв в жреческом таком направлении – это исполнитель, это практика. Теперь дальше идем к жрецу. Ты очень точно отметил, это большинству уже знакомо, жизнь рекущей. Жрец не обязательно будет обрядодеем. Жрец не обязательно будет волхвом. Жрец не обязательно будет ведуном с точки зрения хранителя вед. Но жрец обязан растолковывать людям то, что происходит в мире. Растолковывать божественную мудрость. Находиться постоянно в потоке божественном. Заниматься наставничеством. Обучать при необходимости управителей. Давать верные, точные советы тем, кто находится во власти. При необходимости производить корректировку тех, кто находится во власти. И жрец, он уже находится в Варновой. Как вы здесь правильное слово, эта система не подходит здесь. Пантеон тоже не хочется произносить. В Варновом кругу он занимает определенное место. Это последняя Варна перед выходом отсюда, из этого нашего мира. Когда, в общем-то, любой жрец видит свой погребальный костер. Его больше особо ничего не интересует. То есть он делает все для того, чтобы уже отсюда уйти. Отдать все знания. С собой взять самое необходимое. Развязать все кармические узелки. И уйти отсюда достойно. Но при этом он обязан выполнять функции. Я уже назвал. Взаимодействие с Варной управителем. Причем всеми тремя уровнями. Этой Варны. Иногда взаимодействовать с Варной средних и малых управителей. То есть исполнителей. Со всеми тремя уровнями. И крайне редко ему приходится взаимодействовать с начальной Варной. Людин. Со всеми тремя уровнями. Потому что это то же самое. Если он будет постоянно общаться с людинами. Это то же самое, как, например, генералиссимус оденет на себя шинельку. И залезет в окоп, чтобы стрелять по немцам, которые нападают. Понятно, да? То есть задача генералиссимуса – это все-таки управлять маршалами во время войны. Управлять производителями, начальниками производств. И не просто производств, а министерствами. Он уже в сами производства практически не влезает. И тем более сам за станок он не становится. И сам винтовку в руки он не берет. Но волк находится, вернее, прошу прощения, а жрец, находится выше уровня управителя. Выше уровня генералиссимуса. Вот это очень важно. Не с точки зрения, что он лежит на подушках мягких, пузо себе чешет пяткой и кричит. Иди сюда, иди отсюда. Дай мне то, пошел вон. Нет. Волк может жить, как самый последний людина. Среди обычных своих соратников, сородичей, в обычном домике каком-то и так далее. С семьей или без семьи, или другой разговор. Но он обязан выполнять функции над управлением получения знаний, получения данных и правильного их сосредоточения, компоновки и донесения до уровня. То есть, если он общается с уровнем правителя, высшего уровня правителя, он обязан его языком говорить на его уровне. Если он говорит с правителем среднего звена, он обязан говорить на его уровне, на его языке. Если с низшим управлением, кто начальный взвод, грубо говоря, отделение, с ним тоже должен уметь говорить. И если он говорит просто с рядовым, или просто с гражданином, или просто с общинником, который никто и звать его никак, но по современным меркам имеется в виду, потому что звать его никак – это невозможно в державе. Он и обязан и с ним говорить на его языке, чтобы тот его понял, и чтобы он сделал то, что необходимо державе, общине и родам нашим. Так что задача жреца очень такая интересная, разноплановая. Теперь коснемся вот еще материального обеспечения. Поскольку они относятся… Вот так мы сейчас, чтобы как-то развить нашу тему, немножечко продлить нашу беседу, а то как-то 17 минут коротко получается, я добавлю. Есть такое понятие мироеда, мы неоднократно про это говорили. И вот как раз перечисленные люди, вернее сказать, должности, относились, как правило, к разряду мироедов. Не к сословию, сословия появились намного позже, к разряду. И вот те, которые не в ряду стоят, вот есть ряд, это разряд, то есть они рассредоточены к разряду мироедов, то есть кого не очень много. И вот этот разряд мироедов, он мог быть как на полном обеспечении общинников, так и на частичном обеспечении общинников. Вот опять начнем с обрядодея. Поскольку обрядодеи важны, любое общинное действие начинается с обряда, неважно праздник это, вечерка, посиделка или общее дело, или на капище какое-то, какое-то мероприятие, обрядодеи там необходим. Поэтому на эти мероприятия он должен выходить подготовленным. У него должно быть все необходимое для обряда. Если это уровень такой низкий обрядаодея и уровень общины достаточно низкий, ну, как сказать, из народной веры, где все строится на каких-то представлениях, надо что-то пощупать, потрогать, куда-то что-то брызнуть, положить что-то, куда-то гаркнуть, почему-то ударить или что-то приласкать, то в этом случае ему необходимо весь инвентарь иметь. Топор, нож, кисель, неброженное пиво, квас, молоко и так далее. Вот это все ему необходимо иметь. Поэтому его община этим всем обеспечивает. То есть частичное мироедство, частичное обеспечение лежит на общине, он частичный мироед. Все остальное время он трудится вместе с общинниками. То есть он также зарабатывает, вернее так, получает доход для общины своим трудом. То есть приносит добру общине. Но частично он может быть мироедом. Ведун, поскольку он как библиотекарь, как хранитель веды и веда, он занимается тем, что собирает знания, концентрирует их, он уже находится, так сказать, или на полном обеспечении общинам, или на частичном, опять же. Частично это что? Создание библиотеки, хранилища, поиск, написание книг, снабжение бумагой или пергаментом, или чем-то еще. Это, естественно, за деньги общины делается. И когда он занят общественным трудом, он не может, вернее, когда он занят этим трудом, как ведун, он не может одновременно пахать в поле. Или там убирать урожай, или сенокосом заниматься, или собирать сено, или там морковку дергать. Поэтому он, если библиотека большая, община большая, он находится уже на полном содержании. Если малый, то в этом случае тогда частичное содержание, вот здесь он тратит свое время, и община его поддержит. А вот тут он может с общинниками трудиться. Дальше. Волф. Волф также может находиться полностью, как правило, уже полностью на обеспечении, но, опять же, если община небольшая, и не нужно каждый день что-то делать, то в этом случае он может быть на частичном обеспечении. Жрец. Вот тут вопрос интересный. Жрец, поскольку это конечная стадия развития этого варного направления, и он не должен ни в коей мере зависеть от бытового, и тем более от денег, то есть финансово должен быть полностью независим, то жрец по всем правилам никогда после принятия жреческого уровня служения он никогда не должен работать, никогда не должен трудиться. Только по добровольному его желанию. То есть никто не имеет права его куда-то призвать. Убирать сено, дергать морковку, косить и так далее. Потому что он сам прекрасно знает, когда нужно сделать, когда не нужно делать. Жрецами никто не управляет. Ни община, ни сход, никто. Ни копы, ни весть с жрецами не имеет права управлять. Жрец может получить свой статус жреца, также может быть он у него отозван, но только другими жрецами. Община может вызвать жреца на круг, высказать ему свое негодование, спросить его о чем-то, спросить совета, и так далее, и тому подобное. Но здесь надо понимать, что когда община недовольна жрецом, то это какой-то нонсенс. Это какое-то чепето происшествие. Только в современном мире, только в современном мире, по нашему представлению, община может взбухнуть против жреца. В древности такое не могло быть, потому что жрецы были не самозванцы. Жрецы никогда не занимались тем, что против божественной воли идет. Это были не юродивые, выпавшие из рода, которые бегают и непонятно что орут, непонятно на кого кидаются. Это были достойные люди, но ими никто не управлял. И они были настолько значимы, что даже их взгляд решал очень много, не то что слова. Поэтому жрецы, как правило, в большинстве случаев, были полными мироедами. Почему это так? Сейчас вот внимательно следите за руками и словами. Если жрец начинает зарабатывать деньги, он перестает быть жрецом, потому что, зарабатывая деньги, он будет искать то место, где этих денег он сможет заработать в достатке для своей семьи. То есть он будет искать выгоду, не божественную, а выгоду телесную. И в этом случае он начнет продавать свой труд, свои знания и умения. Продажа своего труда, знаний и умений невозможна для этого уровня. Иначе он превращается в проститутку, торгующего чем-то из своего тела. Неважно, знания, мысли, тело, дела и так далее. Вопрос. Насколько проститутка может высшему сословию правленцев дать верные данные, направить их на путь истинный? Насколько проститутка сможет обществу быть полезна? Понимаете? Исходя из этого, жрецы никогда за деньги ничего не делали. Никогда денег и вознаграждений от людей они не получали. Только община по общему решению или по просьбе жреца могла выделить ему что-либо необходимое для жизни. Жрец, как правило, жил очень скромно. Принцип жизни жреца такой. Как живет самый бедный человек в общине, так живу и я. Быт жреца был на уровне самого бедного человека в общине. Никогда жрец не допускал жить в золотых хоромах, когда был хоть один страждущий в его общине, в его копе, в его весе. Вот это настоящий жрец. Если община строила ему хоромы, он имел право отказаться от этих хором, если он считал, что община не выполнила всех указаний свыше и в общине есть люди, которым эти хоромы больше нужны. у которых, например, плохой дом, плохое хозяйство, кто-то хворый, за ним нет присмотра. Жрец демонстративно отказывался от этого дара. Вот это настоящий жрец. Жрец никогда не касался денег, которые ему кто-то протягивал. Но в то же время иногда жрецы совмещали функции обряда деев, ведунов, хранителей мудрости, книг, библиотекарей, жрецов и волхвов. Мало того, жрецы могли брать на себя дополнительную нагрузку как по воспитанию ратному в боевому делу, если они вышли из касты воинов, они могли брать на себя наставнические функции. То есть жрец никогда без дела не сидел, он все время занимался чем-то. Помимо этого, в некоторых случаях, если община была зажиточная, богатая, хорошая, где много было добра, в терем жреца перемещалась казна, и он становился еще казначеем или кашевым, потому что более доверенного человека, чем жрец, в общине не было. Даже староста общины был менее доверенным, чем жрец. Даже староста и общине порой доверяли меньше, чем жрецу. Поэтому во многих случаях жрецу приходилось с одной стороны, не беря ни копейки денег себе, быть ответственным хранителем казны общины или общего коша. Но столько функций на жреца могло быть возложено. Это не те жрецы, которые сейчас в современности у нас и представления о них возникают, которые нам навязали. Это жрецы настоящие. Поэтому если человек не берет себе лично денег, исполняет общественные функции, разъясняя, говоря о чем-то, донося понятным языком, то перед вами какой-то уровень жреца. Если человек поговорил-поговорил, потом протягивает шляпу, положить мне свои деньги за то, что поговорил, это не уровень жреца. Даже если он говорил все очень складно. Это разряд жреческой проститутки. И наша задача сейчас обществу, общество всего, понять это. И если на самом деле жрец, то в этом случае сделать так, чтобы он ни в чем не нуждался. Потому что правильный жрец всегда будет делать державные дела. Его не надо подпихивать, подгонять, заставлять что-то делать. Он всегда будет исполнять те функции и задачи, которые необходимы для становления державы, для ее укрепления и благоденствия и процветания всех родов, живущих в этой державе. Вот, если есть какие-то вопросы, можешь задать. Я еще раз убедился, что в нашем языке все-таки нет слов синонима. И у каждого слова есть свой глубинный смысл. И я еще что вижу, что теперь люди могут послушать эту передачу и сравнить с людьми, которые называют себя каким-то из этих слов себя, являются ли они такими на самом деле или нет. Но больше всего мне бы хотелось, чтобы эту передачу посмотрели именно те люди, которые пытаются себя так называть, не соответствуя этим словам. Потому что помимо того, что каждое слово налагает какие-то на себя, так сказать, хорошие права, но у каждого слова есть обязанность. Если ты назвался грузом, то, как ты уже упоминал, будь добр полезать кузовом. Если вопросов нет, давай тогда будем заканчивать. Благодарю богам нашим светом, предкам нашим славным тебе, Алексей, за эту беседу, за этот разбор этих слов. Благодарю тебя, Михаил, благодарю тебе, Михаил, за то, что ты эту тему поднял и поддержал ее. Надеюсь, что эта тема для кого-то будет очень важная. Она в очередной раз поможет разобраться в наших древних способах выживания, способах проживания и жизни вообще. Как жили наши предки, какой был уклад жизни, как все было продумано и что такое есть держава. И кто в этой державе что должен делать для того, чтобы эта держава процветала ради наших с вами родов, ради каждого человека живущего на земле, чтобы не свиньями становились люди, не паразитами, а человеками, человечи и азами. На семья с вами прощаюсь. Напомню, что с вами Народнославянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. пишите, общайтесь, распространять информацию, если она важная. Увидимся с вами и услышимся. Быть добрым.